Про этот коллектив говорят, когда они поют, кажется, что это поют ангелы. Уже почти два десятка лет детский хор «Новые имена» покоряет концертные площадки мира. Руководит коллективом юных талантов хормейстер, педагог, певица, аранжировщик Марина Туркина. Музыка стала делом всей ее жизни. Я настолько счастлива в жизни и в своей профессии, что я счастлива, что в 10 лет я определилась с этим выбором. Когда меня спрашивали, я отвечала, я хочу быть похожа на Валентину Леонидовну. То есть это моя педагога, наверное, это и определяет в жизни путь, с кем ты встретишься и за кем хочешь пойти. Мне встречались всю жизнь очень хорошие педагоги, и поэтому мой путь по-другому я не представляю. Марина Туркина окончила Казанскую государственную консерваторию. Получила диплом «Дирижер хора, преподаватель хоровых дисциплин». В 2005 году прошла стажировку при Уфимской государственной академии искусств. Будучи хормейстером, сама Марина Алексеевна обладает уникальным сопрано. Когда я училась в восьмом классе, меня приглашали на вокальное отделение. Но нашлись люди, музыканты, которые сказали, что голос – это риск в какой-то степени, потому что идти только по этому пути, узкому вокалу, очень опасно. А вдруг ты потеряешь голос, а вдруг ты не раскроешься так. И я не считаю, что я вокалистка, в принципе, по природе. Ну, у меня какой-то особый тембр, наверное, близкий даже к детскому, поэтому мне легко с ними преподавать, и дети меня понимают. А в небе голубом горит одна звезда. Она твоя, о, ангел мой, она твоя всегда. В 1991 году Марина Туркина стала обладательницей гран-при Всероссийского телевизионного конкурса «Виктория». Когда я закончила консерваторию, ну, как бы сам тембр мой предполагает «Авэ Мария». То есть я могу это красиво спеть, и вот на этом конкурсе «Виктория» уже после первого отделения ко мне подошли и сказали, вы, наверное, у нас займете гран-при. То есть как-то я не представляю, что в середине конкурса жюри подошли и сказали, шепнули на ушко, вы, наверное, у нас гран-при. Они еще не видели второго отделения. Несмотря на очевидные успехи в вокале, Марина Туркина твердо решила быть дирижером. Для этого у нее есть все качества. Она прекрасно слышит музыку, чувствует каждую ноту и, благодаря таланту преподавателя, способна донести все нюансы вокального исполнения до юных артистов. Это же самый сложный факультет, я считаю, в консерватории, потому что мы пианисты, мы дирижеры, мы педагоги по теории музыки, да. То есть профессия, она и предполагает обширные интересы, умения, навыки, и все это пригождается в работе. Действительно, мы детей всему этому учим. И на хоре мы не только поем, сейчас мы уже даже танцуем, я уже даже танцы преподаю. В 1998 году Марина Туркина организовала коллектив, который с самых первых концертов покорял зрителей своим страстным звучанием. Рождение хора «Новые имена» как будто было предначертано свыше. Его создательница знала, что ее детище обязательно ждет успех. Мой путь, он предполагал, что будет такой коллектив когда-то, потому что уже начиная с первых шагов работы с детским хором, а я начала работать на четвертом курсе музыкального училища, мне помогла устроиться Татьяна Николаевна Шмелева, мой любимый педагог, моя путеводная звезда, моя вообще вторая мама. Вот, дай бог ей здоровья. И она меня устроила в музыкальную школу номер два. И уже первый год работы я уже старалась этот коллектив, когда более-менее запели к весне, да, мы уже выступали на каких-то дворовых площадках, ну, музыкальной школе, само собой, это концерт отчетный. То есть я уже видела большой результат своей работы, что я из ничего сделала, собственно, коллектив. И мне это было очень интересно. Победное шествие новых имен начиналось с маленьких творческих площадок, с дворовых эстрад. Потом стали приглашать на правительственные концерты. Как правило, это было два-три номера в общей программе. А спустя очень короткое время состоялся первый сольный концерт. Был юбилей Пушкина, как раз, 200 лет. И мы выступали в городской администрации с сольным концертом. Вот, наверное, это первый такой большой сольный. Сегодня под руководством Марины Туркиной занимается 150 детей в возрасте от 4 до 18 лет. У хора «Новые имена» есть младшая группа «Парное молоко». Ребята принимаются в коллектив без всякого кастинга. По принципу, нет бездарных детей. Бог дал голос, его нужно только настроить. У нас дети попадают и сразу вот эту прививку получают от старшего состава. И они приходят со своим каким-то звуком еще такой полудетсадовский. Хотя я бы не сказала, наше «Парное молоко» очень на высоком уровне. Уже близкие вот наши звучания. У нас же с хорместером одна и та же хоровая школа казанская. Понимаете, настолько альянс сложился, что дети, приходя из «Парного молока», быстро очень растут. Марина Туркина считает, что в успехе коллектива большая заслуга продюсера Льва Назарова. С этим человеком четверть века назад ее свели «Судьба» и «Мудрая крестная». Просто встретились два одиноких сердца, влюбились, и у них родился ребенок, который называется «Хор «Новые имена». Продюсер, он же еще и нянька, он же еще добытчик, он же еще и финансист. Но это все, понимаете, это и режиссер-постановщик, это и мечтатель. Ну, без этого нельзя. Более трех тысяч ребят стали выпускниками хора «Новые имена» за 22 года его существования. Многие связали свою жизнь с искусством. Создатели коллектива очень гордятся юными звездами, которые уже покоряют большую всероссийскую сцену. Увидела, значит, снимок, где, ну, сделан он очень давно, 9 человек. Мы ездили, это была делегация в Казахстан с Дни русской культуры. И там 9 человек детей, из них 6 нашли себя в искусстве. Не обязательно музыка, есть театралы у нас, в театральные идут очень часто. И вот мы гордимся. Артем Глухов, он новый драматический театр, актер в Москве. Паша Сушков, Павел Сушков, он служил в ансамбле Александрова. После службы он приехал сюда, поработал здесь, в Русском народном хоре, потом его пригласили туда. И пройдя большой конкурс, 60 человек на место, он попадает опять в этот ансамбль. Коля Калашников, солист театра оперы-балета Сыктывкар. Мы очень рады за него. Вот он недавно спел Альфреда в Травиате и спел в опере Кармен Хозе. Илья Попов, который закончил консерваторию как хоровой дирижер Санкт-Петербургскую, и не успокоился на этом, поступил на оперно-симфоническое. Спи, мой малыш, вырастай на просторе, быстро промчатся года. С белым орленком на ясные зори, ты улетишь из гнезда. У новых имен обширная гастрольная карта. Практически каждый год юные вокалисты и их наставники дают концерты не только в городах России, но и в разных странах. Оренбург, Самара, Москва, Белоруссия, Польша. Вот как едем по дороге в Европу, так мы там везде у нас концерты. Германия, Франция, Бельгия, ну и, конечно же, Америка, Соединенные Штаты Америки. Братских народов союз вековой, Ревка меданная, Мудрость народная, Славься, страна, Мы гордимся тобой. У нас были одни гастроли, 27 концертов в четырех странах. Бельгия, Франция, Германия, Польша. Ну, такая знаковая гастрольная поездка, конечно, Америка по приглашению Майкла Блумберга. Десять концертов на Бродвее. Я подчеркиваю, на Бродвее. Не в Америке в самой, а именно на Бродвее. Это мега, так сказать, культуры всего мира. На Бродвее не все поют. Ревка, Голинка, 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 Голинка! За творческие победы Марина Туркина удостоена множества наград. Она дважды лауреат губернаторской премии Оренбургская лира. За блестящий сольный концерт детского хора «Новые имена» на Красной площади Марине Алексеевне вручена премия «Золотой Ки-2017» в номинации «Культурное событие года». В копилке коллектива – золотая медаль Всемирной хоровой олимпиады в Сочи. Новые имена! Россия! У хора «Новые имена» – огромный репертуар. От мировой классики до легендарных рок-композиций. Каждое выступление – это уникальное шоу, продуманное, отрежиссированное до нюансов. Коллектив тесно сотрудничает с выдающимися оренбургскими, российскими и мировыми деятелями культуры и искусства. Мы очень дорожим нашими оренбургскими авторами. Виктор Батюженко, Алексей Цибизов, Евдокия Горбанская, Игорь Нютина с группой «Встречи» тоже сотрудничаем. Сотрудничество с нашими театрами, уже теперь со всеми. Мускомедия – там в мюзиклах наш ребенок принимал участие. Кукольный театр областной, очень тесное сотрудничество. Драмтеатр – на заре еще нашего творчества. Однажды мы прочитали в газете, что приезжает к нам Арбертин Ларыти. Это было просто чудо какое-то. Ну и, конечно, мы помечтали, вот бы с ним спеть. Оставалось две недели до концерта. Ну и как бы и сроки нереальные, и сама мечта, кажется, какой-то нереальной для нас это легенда. И вдруг Лев Александрович приходит и говорит, сядь сначала. Я сажусь, он говорит, мы будем петь с Арбертином Ларетти. Очень значимым Марина Туркина считает сотрудничество с легендарным Юрием Энтином. Его имя связано с Оренбургом. Знаменитый поэт-песенник жил здесь в эвакуации во время Великой Отечественной войны. Концерт из произведений автора вошел в золотой фонд хора. Дозвонились до него. Он говорит, я приеду, только если будет какой-то детский хор, исполняющий мою песню. Но нам только дай команду. Мы за месяц подготовили сольный концерт. Также солисты, хор, все шлягерные его песни, мультфильм, из мультфильмов, из фильмов. И новые обязательно песни у него циклы. 2020 год внес свои коррективы в концертный график юных артистов. Но творчество продолжается. Мы поставили себе цель делать какие-то ролики. У нас вышли ролики пасхальные, у нас вышли ролики генюставянской культуры и письменности. В пандемию мы освоили Zoom, мы освоили WhatsApp, мы освоили Skype. И вот, скажем, индивидуально можно работать в WhatsApp с каждым ребенком. А хоровые репетиции проходят в Zoom. Ребята находятся в прекрасной творческой форме. Они вместе со своими наставниками с нетерпением ждут возобновления концертной деятельности. Сшиты новые костюмы для классического и современного репертуара. Ради дружбы сил не жалеем, платком всех укутаем, всех согреем. Новые имена готовы удивлять, радовать и дарить публике свои ангельские голоса под руководством своего любимого руководителя, о которой они нежно говорят «Аве, Марина». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова